В донских агрохозяйствах стартовал поливной сезон. В этом году из-за отсутствия снега зимой он начался раньше положенного срока. Миллиардативная система уже готова к весеннеполевым работам, но жизненно важный ресурс придется экономить. Хватит ли воды, выяснила Наталья Скоробач. Цветущее поле так и просится на холст художника. Но немногие знают, что именно так растут краски на масляной основе. Это растение называется рапс, а из его семян делают масло. До недавнего времени считалось, что рапсовое масло техническое. Оно подходит для изготовления оливы, красок, пластмассы и даже косметики. Но из сортов, которые выращиваются в Багаевском районе, получается масло пищевое. По своим полезным свойствам оно сопоставимо с оливковым. В Багаевском районе рапс выращивают уже пять лет, но все это великолепие красок требует регулярного полива. Орошение повышает урожайность культуры вдвое, до 40 центнеров с гектара. Это хороший предшественник подозимую пшеницу. В связи с тем, что он рано убирается, в принципе, в июле месяце он убирается. Есть возможность подготовить почву и, ну, как предшественник он не хуже гороха. Заводы как раз таки берут ее как техническую культуру в июле, в начале августа. То есть до начала уборки подсолнечка. Заводы многие перестраиваются именно на переработку рапсов. Это, скажем так, быстрые деньги. Опыт работы хозяйства заинтересовал первого заместителя губернатора Виктора Гончарова. В этом году из-за теплой весны и рапс уже зацвел, и поливной сезон в области начали раньше. На сегодняшний день мы запустили в Донской магистральный канал воду. И уже где-то с 9 мая те, кто находятся на Донском магистральном канале, могут заниматься орошением. Сейчас мы находимся на Нижнеманоческой системе, здесь на Азовской системе, на Приморской системе. Воду дали раньше. Поэтому здесь уже поливают. Обеспечение водой сельского хозяйства, по словам Виктора Гончарова, одна из приоритетных задач. Например, два года назад была реконструирована Нижнеманоческая рисовая система. Выполнен ремонт береговых сооружений. Установлена новая насосная плавучая станция. Скорость подачи воды 7 кубометров в секунду. Но в этом году воду придется экономить особенно. Вод маловодный. И поэтому для того, чтобы получить действительно урожай, нужно сейчас думать о размещении посевов, о рациональном использовании воды. Лимиты, которые введены, увеличиваются, вряд ли будут. Установить их пришлось в связи с резким падением притока воды в Темлянское водохранилище. По данным Ростовского гидромедцентра, он всего 20% от нормы. Но на полях в этом году воды должно хватить, обещает Виктор Гончаров. При рациональном использовании. В Нижнеманоческой системе влагой удалось обеспечить даже такую требовательную культуру, как рис. Сейчас как раз идет период сева. На 3600 гектаров рисовых полей Багаевского района вода уже поступает бесперебойно. Наталья Скоробачев, Евгений Карев, Виктор Лопатко. Багаевский район.